12 и 13 декабря на территории нового лыжного стадиона Тирова состоялся открытый чемпионат Мурманской области по ездовому спорту. 39 спортсменов всех возрастов и около 100 собак соревновались в заездах на собачьих упряжках. Ну а в конце соревнований хозяева с питомцами приняли участие в конкурсе костюмов «Гавкутюр». На соревнованиях работал наш корреспондент Антон Рассказов. Ему слово. В программе соревнований две дисциплины – скитжоринг и упряжки. Скитжоринг – это дисциплина ездового спорта – каюр. Погонщик собак двигается свободным стилем на лыжах вместе с одной или двумя собаками. С ними он связан специальным шнуром. А в упряжке – это когда бегут несколько собак. В том и в другом случае оценивается скорость прохождения дистанции, но при этом немалую роль играют и другие факторы. Оценивается снаряжение, подготовка собак, их состояние, подготовка самого лыжника. Для упряжек очень важны меры безопасности, как безопасные тормоза. Для некоторых упряжек их должно быть несколько, не один. Требования к той упряжи, которая находится непосредственно на собаке, и также соединяет собаку и основной снарядь лыжника. На трассу в Хибинах в категории скитжоринг вышел генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске Уве Линденман. Уве два года занимается ездовым спортом, и за это время питомцы стали полноценными членами его семьи. Для одной из них Умки – это первое соревнование. Мне очень нравится эта трасса. Она великолепная, сложная, тяжелая и просто прекрасная, классная. Они настоящие мурманчане, сибирские хаски. Это брат и сестра, его зовут Один, она Умка. А он не стартовал, а она стартовала. Хаски, как известно, на сегодняшний день очень популярная порода собак. Эти животные чрезвычайно общительные, и тоже нам дали многозначительное интервью. Далее дисциплина упряжки. Здесь у участника может быть 2, 4, 6 и даже 8 собак. В упряжке апатитского каюра Александра Сибрина 6 собак. Дистанцию прошли хорошо. С собаками Александр занимается 2 года. Если поначалу путаться в кличках, то теперь различают животных даже по характеру. Уживаются они с друг другом хорошо, играют, до серьезных драк у них не доходило. Но так соперические битвы бывают иногда. За внимание или за еду? А когда как, бывает со скуки. Засидятся, когда мы редко бегаем, засидятся, начинают за косточку воевать. После упряжек стартовали и дети в номинации «Юный каюр». Молодые гонщики на большой скорости проносились мимо нас, ничего не боясь. Среди них – сама юная участница соревнований Оксана Потапова. Мне нравится скорость, свежий воздух, как я езжу на собаках. Все каюры отметили, хоть и сложные, но хорошо подготовленные трассы на новом лыжном стадионе Тироса. Глава города Владимир Дядик подчеркнул, стадион – это дополнительный якорный объект для туристов. Не главное, по какому виду спорта проходят соревнования здесь. Потому что, прежде всего, это популяризация здорового образа жизни. Это интересное, зрелищное мероприятие. И я очень надеюсь на то, что посещение лыжного стадиона станет для всех кировчан, для жителей Апатита, в том числе, хорошей и доброй традицией. Этот комплекс, он будет, безусловно, популярен, и у туристов, приезжающих покататься на гору, в том числе. Но мы будем для этого делать все возможное. После гонок все участники могли насладиться шоу-нарядов «Гав Кутюр». Вниманию зрители и жюри – 12 владельцев собак представили своих питомцев в образах эльфов, монашек, индейцев, фей, ангела и даже Деда Мороза. Это наряд Деда Мороза. У нас здесь есть сюрприз. Тем, кто расскажет стихотворение, Дед Мороз даст подарок. Зовут Деда Мороза Ламбика. Это йогширский тырье. В одиночном выступлении победителем стал образ божьей коровки. А в пардам два эльфа, везущие подарки и добро к предстоящему празднику. На соревнования они приехали из Мурманска. Я подумала, что, в принципе, неплохо будет смотреться, учитывая соревнования. Упряжка, но рождественская. Якобы сани, но не сани волшебника Рождества, которые приносят улыбки, добро, смех, радость и так далее. Поэтому родился костюм, рождественские эльфы в паре, которые вот и разносят это добро, улыбки, даже без саней, в принципе. Вот на такой веселой ноте закончился спортивный праздник в Хибинах.